Ну что ж, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисан, мы продолжаем играть Майнкрафт с Мон Пиксельмон и добро пожаловать в наш пятый сезон в 67 серию. Ребята, что мы будем делать в этой серии? В этой серии, во-первых, я объявлю ту идею, которую я хотел объявить в предыдущей серии, но планы у нас изменились, потому что в предыдущей серии мы говорили о всем выходе серии, о том, что сколько лайков, когда выходит, я надеюсь вы меня услышали. И то, что мы ставили Шайни Белдума, это, если честно, тоже не очень так плохо, потому что Шайни Белдум на серверах это охренеть, как дорого стоит. Если бы у него еще, конечно, была нужная натура, то да, но в принципе в одиночке нужная, как бы натура не очень так и требуется, да. То, что в той же одиночке, если мы убиваем Покемона с одного удара, то так мы будем его убивать с полудара, какой в этом смысл, да. Так, это можно выложить. В принципе, мы словили Шайни Белдума мастер-боллами, в той же серии нам вернулся мастер-болл, в том смысле, что мы пошли убили босса и выпал нафиг мастер-болл. Это круто. В этой серии мы будем реализировать нашу идею. В чем заключается идея? Во-первых, первая мини-идея это возвращение угадая кто. Многие меня просили, может вы уже даже увидели, что я задал нового Покемона, вы уже можете написать в комментариях и угадать какой это будет Покемон. И в следующей серии получить ответ на эту загадку и также получить в продолжении нового Покемона и продолжить угадывать их. То есть многие меня просили, в принципе, в какой-то, знаете, можно сказать, чуть-чуть замена музея, да, чтобы комментировали не только из-за музея, а чтобы угадывали Покемона. Поэтому я надеюсь, вы рады за это, ребята. Тот же отдельный лайк, я на вас надеюсь. И что во-вторых. Угадайте, угадайте. Твою мать, гениальная идея мне пришла в голову. Я надеюсь, это никто не стыбзит, но... Я не могу сказать, что я первый человек, который это сделал в России, потому что я, можно сказать, первый человек, который это сделал в всем мире, потому что сколько я искал, я вот такого не находил. Многие меня спрашивали на начале сезона. Эдисон, ты будешь делать такую же качалку, как в предыдущем сезоне на Блиссе? Я говорил нет, потому что... Потому что, в принципе, в этом нету смысла, да. То есть в этом сезоне у нас нету команд, то есть мы не прокачиваем Покемонов к 60 уровню. Еще раз тоже извиняюсь, что в этой серии нету вебки, тоже есть на это свои причины. Но если вам нравится вебка, тоже за этот день лайк, я посмотрю и, в принципе, в следующей серии тоже постараюсь делать с вебкой, можно и так сказать. То есть... У нас нет команды, нам не нужно никого качать к 60 уровню. И поэтому, в принципе, долго мы не будем никого прокачивать. Во-вторых, у нас нету в этом сезоне магазинов. То есть... Все вот эти... Она... Нет, она просто с уровнем. То есть... А у нас нету в этом сезоне магазинов, то есть, знаете... Вот этот нахрен весь хлам вот тут, смотрите. Тут сколько уже? Тут! 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 Вот этот хлам мы тупо не продаем. И он никому не нужен. Я ему нашел применение. Это во-первых. Во-вторых, я нашел небольшое разнообразие, как иногда нам разнообразить наш... Нашу прокачку. Это во-вторых. В-третьих, чтобы долго не затягивать сезон, даже тем же 40 уровнем прокачиваться, я нашел тоже отдельное решение с помощью качалки. И потом я решил еще... Нашел одно решение, куда нам нахрен девать вот этот весь хлам, который у нас есть. Потому что мы не используем магазины. И он у нас накапливается в сундуках. Я надеюсь, все со мной согласны, что он у нас там накапливается. И, в принципе, он нафиг никому там не нужен, да? То, что он там валяется, мы его даже не используем. Даже те же ТМ-ки мы, в принципе, никогда не используем. Но их нужно, в принципе, начать использовать, да? Это еще в каких-то там, в шестых или в седьмых, да? Я уже не помню. Еще что? Еще что, ребята? Я нашел решение, как не внести в игру дисбаланс. То есть, чтобы качалка, которую мы будем делать, Блисси... Да, меня тоже многие просили. Многие спрашивали. Качалку, которую мы будем делать, качалку Блисси, чтобы она не вносила в игру нереальный дисбаланс. То есть, что такое дисбаланс и какой бы дисбаланс она бы не вносила. То есть, что мы сейчас пойдем в качалку Блисси, убьем двух Блисси, прокачаем по ниту к шестидесятому, Багуна к шестидесятому, слоу вот этого хрена к шестидесятому, Тропинча к шестидесятому, Грудона к сотому. Пойдем, возьмем новую команду, убьем еще пару Блисси, опять прокачаем всех к шестидесятому, шестидесятому, шестидесятому. И через пару серий мы уже закончим сезон, потому что у нас уже все покемоны будут прокачаны. Нет. Есть отдельный баланс, который я сам придумал. Есть отдельный баланс, чтобы не выкидывать кучу вот этих всех вещей, которые дропаются с покемонов. Но также применить, также найти решение, куда их применять. И чтобы они тоже куда-то тратились, а не валялись у нас в сундуках. Приступим. Как у нас будет? У нас будет качалка, где будут Блисси. Вход, точнее даже не вход, как в предыдущем сезоне. У нас были магазины, чтобы войти в качалку и прокачать одну команду, нам нужно было платить какое-то определенное количество алмазов. Сейчас нет, потому что магазинов у нас нет. А тут у нас еще тоже вроде есть куча всего. Ни хрена себе куча всего. То есть, как у нас будет действовать? Мы сделаем себе качалку. Что мы будем с ней делать? Допустим, ребята, вот это у нас качалка. Вот эти все прикорные, ну вот эти прикорные, это Блисси. Допустим, чтобы не вносить дисбаланс, чтобы использовать наши вещи, которые мы в принципе не используем. Что мы будем делать? Допустим, есть у нас команда. Некоторые правила. Допустим, сюда мы кидаем что-то. Вот эти ненужные вещи. Неважно, то ли это покебол, то ли это лечилка, то ли это шапка, то ли это диск, то ли это орб, то ли это молоток, то ли это еще что-то. Что мы делаем? Мы приходим. Ага, Блисси качалка. Хм. Мы выкидываем один бол. Один бол. Каждая вещь у нас будет считаться за две Блисси. То есть, если мы выкидываем одну вещь, нам разрешено нашими же правилами, которые принятые я сейчас устанавливаю, убить двух Блисси. То есть, мы куда-то выкинули, да, там, например, внизу огонь будет, он сгорит, чтобы мы его потом заново не подняли. Мы заходим, кидаем в одну Блисси, кидаем во вторую Блисси, прокачали в несколько там уровней, все, дальше нам запрещено это качаться. Допустим, у нас тут есть еще, вот, допустим, одна лечилка, две лечилки, три лечилки, одна шапка, один орб и все. То есть, три лечилки, одна шапка, один орб, это я образно, включите фантазию. Пять вещей, которые мы выкинули, каждая вещь равняется двум Блисси, мы приходим, и у нас есть шанс убить десять Блисси. То есть, у нас есть разрешение на то, чтобы убить десять Блисси. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, все, у нас уже больше нет разрешения убивать Блисси, потому что наш пропуск кончился. Если еще хотим убить, идем там, выкидываем двадцать две вещи, взамен нам дается убить сорок четыре Блисси. Мы убиваем сорок четыре Блисси, прокачиваем до хрена наши команды, но зато у нас двадцать две вещи из нашего сундука пропали. То есть, вот эта вся хрень, которая тут собирается, вот это все ненужное, которое на хрен у нас валяется. То есть, если бы мы сейчас взяли зажигалку, и вот это все сожгли, просто нафиг, оно бы, мы даже поэтому бы не скучали, потому что это нам нафиг не нужно. А так возьмем, о, ну что тут нам, десять Личилок, десять Личилок, десять Личилок, выходит тридцать пять Личилок. Сундук наполовину опустил, у нас тридцать пять Личилок, мы это умножаем на два, выкидываем вот это, чтобы это сгорело, чтобы мы это заново не подняли. И тридцать пять Личилок, идем, убиваем семьдесят Блисси. Зато у нас пол инвентаря опустело, даже может на не семьдесят Блисси, а наверное, чтобы еще больше баланс внести, каждая шмотка у нас будет считаться за одну Блисси. То есть, знаете, это будет такой баланс, когда у нас уже все шмотки там кончатся. Пошли вот, например, вот смотрите, как это будет прикольно. Допустим, мы уже качаем покемонов, уже все шмотки у нас в инвентаре кончились, а покемонов нужно прокачать, потому что, допустим, у нас в команде Доротини, которого нужно прокачать к шестьдесятому уровню, да, допустим. Если бы еще нахрен на тебя попасть сейчас, это было бы вообще зашибись. Тайм, сет, ребят, я извиняюсь, но просто я нихрена не вижу. Даже не то, что с шейдерами, они же такие нафиг шустрые, что хрен, вот, наконец-то, что хрена попадешь. Вот сейчас, допустим, фантазия, кончились все вещи, покемоны нам нужно прокачивать, вещей уже нету, чтобы пойти убивать Блисси. Ох, нашли мы босса, да? Нашли мы босса. Ух, нихрена себе, нам выпала одна вещь, нам выпало две, три, четыре, пять, шесть, семь вещей. Ух, нифига себе, мы круто убили босса. Сейчас мы идем, выкидываем вот эти все вещи куда-то сюда, и заходим, и можем убить 14 Блисси. И все, мы убили 14 Блисси, мы отсюда выходим, и у нас также остается вещей, и мы сюда больше не можем зайти, потому что, чтобы сюда зайти, требуется как минимум одна шмотка. Если мы кидаем одну шмотку, хотя, не 14 Блисси, а также 7 Блисси, потому что еще, чтобы больше баланс был, да? Допустим, убили еще босса, или нашли покебол на земле, да? Выняли какую-то шмотку, кинули эту шмотку, зашли, убили Блисси, каждому апнули по пару уровней, потому что, знаете, Блисси много опыта дает. И все! Гениальная нафиг идея! Мы тратим те вещи, которые в жопу нам сдались, которые мы нафиг вообще не используем, которые у нас валяются, пылятся в инвентаре, это во-первых. Во-вторых, это нафиг идеальная замена нашему магазину с прошлым сезоном, где мы продавали вот эти вещи за ресурсы, и ресурсы меняли на что-то другое, на ту же качалку. Это нафиг идеальная замена тому, чтобы куда-то тратить вот эти ненужные вещи. Во-вторых, разнообразие. В-четвертых, мы будем чаще менять покемонов, потому что мы будем быстрее их прокачивать. Что самое главное, в-пятых, это то, что не вносит дисбаланс в игру. Идеальный баланс, каждая шмотка одна Блисси. Выбили одну шмотку, эта шмотка теперь будет цениться, потому что мы можем эту шмотку прокачать, точнее, обменять на одну Блисси рандомный уровень. Если это Блисси большого уровня, мы ее обменяем на одну Блисси, мы себе еще за ту Блисси можем по несколько уровней прокачать каждому покемону. И это нахрен идеальная идея. Просто это шедевр, можно и так сказать. Мне это очень нравится. Мне случайно эта идея в голову пришла. Я, может, там себе где-то бутерброд нахрен готовил, мне эта идея в голову пришла. Так же, как идея с музеем, я где-то там на туалете сидел, мне эта идея в голову пришла. Когда ты не ожидаешь, тебе нафиг в голову какие-то гениальные идеи приходят, и что потом очень встает полезным. И вот это мы сейчас, ребята, наверное, сделаем. Мы поставим фундамент наших, начало наших каких-то, знаете, еще улучшенных, улучшенных, как это, не выживания, как это, можно сказать, улучшенного какого-то там сезона с пиксельмонами, потому что это будет намного лучше, намного качественнее, намного разнообразнее. Так кто у нас там? Лайрон. Дратини. Риолу. Да, тоже запарили мне с этим. И мне кажется, ребята, это нафиг будет просто идеально, если честно. Мне это очень нравится, я это реально придумал, и я такой уже, знаете, ну, как бы прийти, знаете, уже там ребятам рассказать, чтобы они оценили вот эту идею. И если честно, мне эта идея прям, ну, безумно нравится. Я надеюсь, что вам она тоже понравится. И что, в принципе, мы, наверное, вот это и сделаем, да? Минус 340, минус 20. Минус 340, 75, минус 20. Риолу, Риолу. Мало того, что... У меня... У меня еще глаза лопанут от этого бешенства, которое я сейчас испытал нахрен. Вот ты паскуда, а. Не успел сказать, что вот офигенная серия. Не то, что какая-то классная идея, что я придумал, так еще сейчас мы Риолу слоим, долгожданную Риолу, которую многие меня уже просили словить. Но не жопошница. Но не жопошница. Ты да... Ты... Жопошник. Ты... Риолу, ты должен был пропасть. Ну, должен, чтобы... Нафиг, в какой-то даже степени испортить эту серию, да? То есть... Не даться не то, что нам даже словиться, а просто нахрен пропасть до того, как мы тебя хотя бы увидели. Вот ты паскуда, а. Ну, согласись, ребята, что... Не говорю, в общем, что Риолу паскуда, да? Но вот этот Риолу был, ну, реальной паскудой, да? Что не успели мы к нему даже прийти, он уже пропал, зараза. Охренеть просто. Extreme Hills. Вот ты знаешь испортить то, что было бы круто. И шо? Мать твою, если ты сейчас пропадешь, я не знаю. Я не знаю, что я с тобой сделаю. Честно. Пожалуйста, иди сюда. Быстро. Быстро. Круто. Ультрабол. Круто, ребята. Один Риолу пропал, паскуда, но зато другой появился. Класс. Если бы ты сейчас словился без всяких выкобыливаний, то было бы еще намного лучше. Но я на это надеюсь, что это так и будет. Пожалуйста. Да. Да, ребята. Мы словили Риолу. И Риолу... Я знаю, что вы хотите Риолу, как мы вот только вот это слоу хрена прокачаем, еще один уровень ему остался, Шайни. То мы сразу идем и берем Риолу. А после Риолу мы вместо Бро прокачаем Кинга. То есть еще одного Шайни, которого у нас есть, вот это слоу хрена, да? То мы прокачаем в Кинга. Потому что, в принципе, новая эволюция, да? И, в принципе, мы можем его прокачать. И я думаю, что шапки у нас вот эти есть, да? Ху. На одного редкого покемона меньше. Потому что действительно многие у меня просили словить Риолу. И держите! Те, кто просил, держите. Вот вам Риолу. Эм, хотя... Те, пе, может... 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 Ну, пожалуйста. Ну, мы тебя просим. Ну, Риолу заспанился же. Ну, пожалуйста. Ребята, давайте все дружно попросим Сэлэби заспаниться. Ну, пожалуйста. Ну, Сэлэби. Одиши, в принципе, тоже нужно словить. Но я жду, пока какой-то... Ха, шайни одиш, да? Заспанился. Зажался, да? Уже шайни одиш. О! Капуста! Котони. Котони. Капуста! Нам тебя не хватало. Сейчас мы себе какой-то салатик забабахаем. Капуста, стоять. О! Она даже сказала... Капуста! Сейчас мы словим. Риолу. Капуста в одной серии. Зашибись. Не то, что Риолу, это реально круто. Многие меня просили. Риолу. Новая идея. Капуста. Капуста. А еще сейчас с этого... Не буду гореть. Не буду гореть. Но, короче, с этого босса... Еще сейчас экспешер дропнется. Вы не верите, что сейчас экспешер дропнется? Я смеюсь вам в лицо. Смотрите. Кто не верит, смотрите. Ну, смотрите. Это подставная сцена. Я с ним договорился за съемкой. Точнее, за видео, что нам дропнет экспешер. Смотрите. Паскуда! Нарушил наш договор. Я ему заплатил, а он не дропнул экспешер. Вот, зараза. Ну, дал. Ладно. А это торп, я забыл. О, тут, 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 тут. А, это Кутани. Я уже охренел. Просто, знаете, перед тем я писал селеби, и я прям охренел. Как он такой селеби? Селеби, ни хрена себе селеби. А у нас же есть, Шайни Морип. У нас же есть, ребята, Шайни Морип. Я помню, мы еще прокачивали обычного Морипа и Эмфороса, да? Он у нас уже был. А потом мы еще словили Морипа, Шайни Морипа, и мы как бы поменяли. Я помню, ребята, у нас был Шайни Морипа, поэтому не будем возвращаться. И мы уже его ловили. Еще бы тротини словить было бы зашибись. Зашибись, я не знаю. Это куда мы-то поехнемся. Хрен его знает куда. Какой-то лес. Лагучий лес. Это он... О, нифига себе. Хм. Если успеем, будет круто. Но я на это... Опа, 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 чтобы не прокачать еще один уровень. Вот так. Зашибись, ребята. Сейчас мы пойдем и сразу возьмем... Ну, стоять. Руки вверх, паскуда. Ну, я и так попал. Но зато Мэджикарб... Рарбоск, или какой он... О, зачем я его Эрквиком ударил? Пропал. Но все же, ладно. Зато одного хотя бы босса убьем, который нам еще эксперт дропнет. Вот ты, паскуда, а. Ну, ладно. Ну, ладно. Нормально, нормально. Ну, что, давайте еще по боссам пройдемся. А, прикиньте, сейчас еще... Вот так. Зашибись. Ну, тут, не знаю, будут боссы где-то, может. А, может, где-то сейчас в реке Доротини засыпала. О! Доротини. Ищу, ищу Доротини. У меня даже не написано, чтобы я ее искал, да? Ну, да ладно. Если не найдем в этой серии, мне кажется, ничего такого страшного нету, потому что, в принципе, мы нашли Риолу в этой серии, это уже круто, если честно. Поэтому, мне кажется, сойдет только на одного Риолу в этой серии. Хотя, знаете что, давайте лучше вот это потратим сначала, то есть то, что мы насобирали, да? Я надеюсь, это не громко, потому что, если честно, мне тупо лень сейчас заходить и менять тот же звук. Я извиняюсь, если громко, убавьте немного. Но перед концом серии, я хотя бы надеюсь, что или Дратини, или Киогур, или, может, Луги все-таки вылезут, конечно, на это маленький шанс, но все же. Может, они жалуются и увидят, что мы уже охренеть сколько охотимся за ними, да? Может, все-таки что-то надумают. Хотя, вряд ли, они же паскуды. Они не заспанятся и мы их не словим, ни хрена мы их не словим. Ну, по крайней мере, сейчас это 100%. Ладно, короче, ребята, топаем мы домой. Давайте еще вот так. Топаем мы домой. И берем Риулу. Ла-ла-ла-ла-ла. Конечно, лучше, прикиньте, если бы вместо Риулу НТС заспавился. И были бы у нас все псы. Тоже было бы круто. А псов мы все-таки, наверное, будем прокачивать к сотому уровню. В той же нашей качалке, если, в принципе, потом у нас это получится, да? Но тоже, знаете, с таким балансом, как я придумал, каждая Блисси у нас будет цениться. И каждую Блисси профукивать на того же, эту же легенду будет жалко. А будет круто, если мы, например, будем ценить каждую Блиссу. То есть, знаете, мы будем пытаться убить одним покемоном одну Блисси, чтобы ему, в принципе, больше опыта дадало. Мне кажется, это реально будет круто. Ну что, ребята, выкладываем. А кого мы берем? Капусту берем? Ребят, берем капусту? Или все-таки берем Риулу? Ну, давайте Риулу, так уж и быть. Риулу, ребята. Только для Риулу требуется отдельная шапка. Да, Риулу же эволюционирует Лукарио с помощью счастья, поэтому... А, вот. Вот, ребята, наша шапочка. Поэтому сейчас этой шапочкой одеваем на Риулу. И на этом мы, ребята, уже заканчиваем. Прошу вас поставить лайк, потому что... Если... 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 Не хочу я охотиться сейчас идти на Гулдин. Вы знаете, какая она шустрая, как она убегает. Сейчас еще летать и пытаться ее словить. Напасть это реально долго. Ребята, не забываем. Если на любой серии мы наберем 500 лайков, то новая серия находит... Находит... Выходит сегодня же. То есть, если на этой серии мы набираем 500 лайков, то еще одна новая серия выходит сегодня же. Все зависит от вас, ребята, когда выйдет серия. Сколько выйдет серии, в принципе. Какая она будет, да. Видите, я пытаюсь для вас сделать какое-то разнообразие. Стараюсь сделать для вас какие-то... Придумать новые идеи, чтобы вам было интересно, чтобы облегчить какой-то процесс нашей прокачки. И я надеюсь, что вы тоже, в принципе, меня отблагодарите своим лайком или же своим лайком или каким-то обычным комментарием. Комментарием не ради музея, а просто ради того, чтобы сказать мне его, да. И выразить свою поддержку. Фух. Ну что, ребята, на этом давайте мы уже будем заканчивать вот эту серию. Еще раз я вам благодарен за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи, ребята, и всем пока.